Всем привет! Выбор упражнений является важной составляющей тренировочного процесса. И зачастую можно слышать различные мнения, какие необходимо использовать упражнения в своей программе для того, чтобы развить ту или иную мышечную группу. Обоснованы ли эти мнения? В большинстве случаев они никак не обоснованы, потому что настоящее обоснование может дать только наука, проведя объективный эксперимент. Каким образом может наука выявить лучшие упражнения для развития какой-либо мышечной группы? Есть два подхода. Первый – это, собственно говоря, напрямую сравнить. Делаем одно упражнение, второе упражнение. Через какой-то промежуток времени смотрим, как выросла масса и как выросла сила. Этот эксперимент точный, но достаточно сложный. Второй путь – это не делать такой длинный эксперимент, а сравнить разные упражнения по их ЭМГ-активности, как в концентрической, так и эксцентрической фазе. И поэтому можно сделать вывод косвенный о том, что одно упражнение будет лучше, чем другое. То есть, если одно упражнение больше активирует мышцу как в поднятии, так и опускании, то следовательно следует ожидать, что оно и вызовет лучшую адаптацию. Этот эксперимент менее точен, но более простой. Поэтому и часто используют ЭМГ-активность для сравнения разных упражнений. А сегодня мы как раз и поговорим о таком эксперименте, касаемо сгибания рук с гантелью. В эксперименте принимало участие 22 мужчины со стажем занятием минимум один год. Эксперимент проводился в следующей последовательности. Сначала испытуемые делали максимальное изометрическое сокращение в угле 90 градусов в локте, после чего был определен вес этого максимального изометрического сокращения, который был равен 34 плюс-минус 5 килограмм. После этого от этой цифры ученые вычли 40 процентов, и с этим весом дальше испытуемые делали различные протоколы. Итак, после максимального изометрического сокращения испытуемые отдохнули 3 минуты, и потом выполняли разные протоколы с отдыхом 2 минуты. Делали несколько повторений. Сначала шло обычное сгибание рук с гантелью стоя, потом сгибание рук на наклонной скамье, и последнее сгибание рук на скамье скота. Для того, чтобы измерить АМГ-активность, на длинную головку бицепса был установлен электрод. АМГ-активность разбивалась на 3 фазы движения. Итак, давайте посмотрим на результат данного эксперимента. На графике мы видим концентрическое сокращение. И здесь четко видно, что сгибание руки стоя и сгибание руки на наклонной лавке между собой никак не отличаются. Сначала в первой фазе активность незначительная, во второй фазе она чуть-чуть возрастает, и в третьей фазе она становится значительной по сравнению с другими фазами. А вот сгибание руки на скамье скота показывает ровно обратную ситуацию. Сначала в первой фазе большая активность, которая больше, чем в двух остальных сгибаниях, и потом постепенно идет снижение. И в третьей фазе это намного меньше, чем со сгибанием стоя или сгибанием на наклонной лавке. Следующий график показывает эксцентрическую фазу, которая тоже является очень важной. И что здесь мы видим? Мы тоже здесь видим одинаковую картину для сгибания стоя и для сгибания на наклонной лавке. То есть между собой эти три фазы не различаются. Статистически различий между ними нет. А для сгибания руки на скамье скота как раз видна разница. В первой фазе МГ-активность намного ниже, чем... Итак, давайте сделаем практические выводы из данного эксперимента. Для общего развития бицепса хорошо подойдет либо сгибание стоя, либо сгибание на наклонной лавке. Для специализированной работы над дистальным участком мышцы хорошо подойдет сгибание на скамье скота. Оптимально же использовать одно из двух сгибаний либо стоя, либо на наклонной лавке и сгибание скота. Таким образом у вас будет работа по всей длине бицепса. Как в ее дистальном участке, так и в конечной фазе. Помните, мне неинтересны мнения, мне интересны научные факты. Спасибо за внимание.